Биология Мне тут нравится прыгать на батуте и на дорожке. Еще мне нравится тренер. Он добрый, хорошо помогает нам. Если у нас что-то не получается, он нам поможет поправить нас. Он добрый. Он учит нас всему хорошему, чтобы мы учились. Не всегда я бываю добрым, бываю очень жестким. Особенно, когда готовимся к соревнованиям, чтобы у ребенка убрать чувства, это страха перед стартом или страха перед элементом. Надо быть строгим здесь, в этой ситуации. Но они это уже просто понимают, поэтому они сейчас говорят, что где-то тренер мягкий. Бывает жесткий, бывает особенно, где-то за пропуски очень сильно ругаю. Не люблю, когда пропускают. Вот, допустим, прыгнул плохо, он подсказывает, как это сделать хорошо. Прыгнул еще раз плохо, он чуть настойчивее, уже показывает на себе, как это сделать. Но он хороший тренер. Половина жизни прошла вверх ногами. Так говорит о себе сам Сергей Троянов, мастер спорта по акробатике. На страницах фотоальбома снимки из далекого детства, проведенного в тогда еще мирной Украине, в Луганской области. Жил в доме многоквартирно, где было 25 квартир, много было детей. Моего возраста не было, были ребята постарше меня, на год, на два. И была компания моего брата, который был старше меня на 6 лет. И вот, ну, за которым я маленький, как хвостик, ну, родители работали прежние, в советские времена, естественно, там, работа была с утра, там, и отец на шахте. В 4 смены работала, мать в 2 смены работала, поэтому, естественно, основной присмотр за мной был брат. Их компания, получилась, записалась в секцию гимнастики спортивной, при горно-петологическом техникуме приходили домой, дома отрабатывали все, ну, в дворовых таких условиях. И так получилось, что наш двор был такой образцово-показательно-спортивный, наверное, двор. И вот, ну, где я вот первые азы, наверное, получил гимнастические такие, вот, не ходя в зал, я уже во дворе там выполнял нормативы каких-то спортивных разрядов по спортивной гимнастике. И бывало так, что даже задания, которые надо было им выполнить в домашних условиях, я выполнял раньше, чем они. Позже секцию расформировали, и 10-летнему гимнасту, который со спортом расставаться не хотел, не было ничего другого, кроме как перейти в акробатику. За несколько месяцев меня уже поставили в учебно-тренировочную группу, уже через год я участвовал в выездных уже стартах. Это был первый старт у меня выездной был в городе Харькове тоже, где сразу завоевали первое место тогда на республиканских соревнованиях украинских. Ну, а потом потихонечку это все, вот, группа, работал в паре сначала, в четверке, прыгал на дорожке. Ну, и уже в 81-м году выполнил норматив мастера спорта. Это первый раз как раз произошло в городе Днепропетровске на чемпионате Украины. Это первое выполнение было, а второе – на ведомственном чемпионате Советского Союза в городе Борисове. В советское время спортсмены были людьми популярными, без них не обходилось ни одно крупное мероприятие. Посему наш герой был частым гостем на праздниках. Выступления силовой четверки всегда проходили на ура. После школы Сергей Троянов поступил на отделение физвоспитания Ворошиловградского пединститута. Отучиться, правда, успел лишь год, призвали в армию. После двух лет службы по совету друга перевелся на биофак педагогического отделения Днепропетровского госуниверситета. Там познакомился с будущей женой Оксаной. По распределению супругу направили в Бугуруслан, где и началась тренерская карьера Сергея Троянова. Устроился сначала работать в училище, в лице, вот сейчас номер 8. Предложили сделать показательное выступление, узнав, что я мастер спорта, что я могу что-то там показать, с сотрудницами училища сделали номер, показали. Деток собрал первых, сделали показательное выступление. Для жителей города это было необычно, все встретили. Очень радушно, здорово, приятно было, что вот так это. Ну и предложили группу добрать еще, позаниматься с детками. Желающих освоить новый, необычный вид спорта становилось все больше. Сергею Александровичу предложили открыть отделение акробатики при спортивной школе Бугуруслана. А уже в 1996 году его воспитанники приняли участие в зональном чемпионате России и стали мастерами спорта. В 99 году в России акробатическая дорожка как дисциплина примкнула прыжкам на батуте. В Бугуруслане появился новый инвентарь. Со временем новые результаты и новые чемпионы. Один из них – мастер спорта международного класса Андрей Гладеньков, победитель первенств Европы и мира. В этом году, дебютируя на взрослом чемпионате Европы, Андрей завоевал золото в командных соревнованиях. Немного там была микротравма у меня, я пятку себе отбил. Было тяжело тренироваться, прыгал под безболивающие. В предварительных стартах выступили очень хорошо всей команды. В финале нужно было постараться. У нас сборная Португалии, команда была очень сильная, у нас была хорошая конкуренция. У нас все вышло, все получилось, все постарались, достойное выступление, достойное место. Два года подряд Андрей Гладеньков входит в пятерку сильнейших спортсменов планеты. В 2013-м на чемпионате мира он стал четвертым, в этом году – пятым. С годами самостоятельности, как, впрочем, и опыта, у титлованных воспитанников прибавляется. Но тренер – человек в их жизни по-прежнему важный. Он всегда подбадривает на соревнованиях, также на прошедшем чемпионате мира в Америке. У нас чуть-чуть второе упражнение не получилось, я там нервничал, уже психовал. Ну, ничего страшного, тренер подошел, поддержал, как полагается. Так что я настроен биться до конца, хочу получить звание заслуженного мастера спорта, думаю, у нас это получится. Гордость Сергея Александровича не только как тренера, но и как отца – мастер спорта международного класса по прыжкам на двойном мини-трампе, чемпионка Европы этого года в личном зачете – Полина Троянова. В 2013-м в Болгарии Полина завоевала бронзу чемпионата мира. Месяц назад уже в Америке повторила успех. В финале наша спортсменка уступила лишь представительницам Великобритании и США. Справилась, хотя вот в 18 лет, конечно, тяжеловато было тягаться с монстрами вида этого, но тем не менее вот справилась и с волнением, и в финале немножечко подрассчитали, убрали немножечко сложность, которую хотели делать. Ну и с холодным таким настроем прошли финальное второе упражнение, которое дало, ну смотрели, как выступают другие тоже спортсмены, рассчитывали. И немножечко изменили трудность для того, чтобы занять призовое место. Наверное, она хороший спортсмен, но я все-таки стараюсь хорошие функции тренера выполнять. Поэтому мы это оба понимаем. Она со своей стороны, я со своей. Ну вот, то, что получается, вы уже видите, когда это все происходит на параде, когда вручение медали, когда флаг страны, ну, конечно, мурашки немножко по коже бегают. Вот здесь уже немножко просыпается папа, не только тренер, уже со стороны, когда именно не рядом стоишь, а где-то на трибунах сидишь. В свое время прыжками занимался и старший брат Полины – Данила. Он даже дошел до уровня мастера спорта. Сегодня сын Трояновых в армии, дочь на сборах. Скучать, впрочем, особенно некогда. Сергей Александрович с 9 утра до позднего вечера в спорткомплексе «Олимп». Заниматься сюда приходят и школьники, и детсадовцы. Самые маленькие тренируются с родителями. Для них существует группа семейной акробатики. Сильнее, сильнее поднажали. Еще, 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 ребят. Боль преодолевается, гибкость развивается. Еще одно, едва ли не самое важное в этом виде спорта – качество – смелость. Раз, два, сильно. Оп, сама. Сама, сейчас сама. Ну, кто руками не поддал, да? Что ты делаешь? Молодец. Сашка, со мной переворот. Ух ты. А вальсе кто делаешь? Ну, Саша, да? Давай, Саша. Эти качества зарождаться начинают вот там, с пятилетнего возраста. Эти все вот чемпионы у нас как раз начали заниматься именно с этого возраста. Когда закаляют, когда хочется, может быть, домой, когда страшно вот что-то делать, элементы все-таки выполняемые в воздухе. Не каждый выполнить, не каждый просто осмелится их сделать. Вид спорта, который требует стабильности. Есть спортсмены, которые могут на тренировках выполнить, ну, буквально любой элемент. А на соревнованиях могут сорваться. То есть здесь вот как раз надо, чтобы и на тренировках получилось, а для этого надо на тренировках многократно повторять, отрабатывать, отчеканивать технику и обращать внимание не просто на выполнение элемента, а уже как его делать, в каких фазах сделать поворот, в какой фазе сделать вращение. Вот этому уделяется большое внимание. Ну, а там уже, конечно, все зависит еще от психики человека, от настроя, который дает тренер перед стартом. Если взять подготовку, допустим, к чемпионату мира и Европы, мы учитывали временной фактор еще в подготовке к соревнованиям. То есть переносили тренировки под время, которое, допустим, в Португалии или, допустим, в Америке 10 часов. Конечно, не совсем ночью тренировались, но вот в позднее вечернее время. Сергей Троянов для своих воспитанников больше, чем тренер. Скорее, старший товарищ. Не случайно вернувшись в родной Бугуруслан после службы в армии, некоторые спешат в спортивный зал. Как сегодня это делает мастер спорта Роман Ясинский. Наставнику есть чем похвастать. Среди начинающих бугурусланских батутистов немало перспективных ребят. Есть участник переда мира этого года поляков Филипп, который достаточно хорошо по колее, которые старшие уже проложили. В этом году прошел. И финал переда мира уже вошел достаточно легко, свободно. Но вот здесь нервишки немножко сыграли свою роль. Ему еще только 12 лет в этом году. И, конечно, тут еще не сформировавшийся до конца спортсмен. Хотя вот на всероссийских стартах он уже дважды победитель переда страны. Ну вот в финале первенства мира, к сожалению, не справился. Но, тем не менее, вот восьмое место на первенство мира – это тоже результат. В предварилке я очень сильно боялся. Очень сильно. То есть это мое первое выступление вообще такое международное. Я очень боялся. Тренера моего рядом не было. Ему нельзя было рядом со мной присутствовать. Он был на трибуне. Но чем мог, он мне подсказывал, помогал. Я смотрел на него. Мы, как сказать, общались взглядами. Он мне подсказывал, я понимал. Но я прыгнул, все сделал. Для меня это было счастье, что я уже попал в финал. Я уже на первенстве мира в финале. Это такое достижение. На первенстве мира Сергей Троянов выступал в качестве судье от российской команды. И это тоже своеобразный опыт, который может помочь в любимой тренерской работе. Мне моя работа нравится. С детьми мне работать тоже нравится. Но вот, когда приходят как на экскурсию, иногда и родители наплевательски к этому все относятся. Ну, конечно, это немножко коробит, просто коробит душу, осердцу, как когтями кто-то. Смелых ребят люблю больше еще. Преданных люблю еще больше. Но нельзя сказать, что только кто показал результаты, тех люблю больше. Есть ребята, которые помогают на соревнованиях, помогают на тренировках просто. Может быть, из них и спортсменов великих там не получится. Но они вот преданные спорту, преданные тебе просто как тренеру. Не вот тут просто хвост какой-то, а им тоже это нравится. Они уже вот с детства какие-то такие маленькие соратники твои. Сегодня у Сергея Троянова около 150 воспитанников. Они мечтают достичь того же уровня, что и мастера-международники Андрей Гладеньков и Полина Троянова. Тренер, в свою очередь, мечтает о новом оборудовании. Из старого бугурусланские чемпионы уже выросли. Появился зал, мечтали о новой дорожке. Ну, получили какими-то, ну, трудность, трудностями. Не скажу, что нам все отдается легко. Никто нам заранее не предоставил условия, чтобы мы сделали результаты какие-то. Ну, сейчас, наверное, время такое не совсем простое. Хотя, ну, сейчас, ну, уже не скромно, наверное, скажу, что достойны мы уже так, чтобы занимались в достойных условиях. По крайней мере, на оборудовании, которое именно положено для наших спортсменов, показывающих такие результаты, которые проставляют и город, и область нашу, ну, и страну нашу. Тренировка закончена, но спортсмены не уходят из зала. Внимание мальчишек и девчонок привлекли альбомы с фотографиями наставника. Мы не просили их сесть в кружок и поработать на камеру. Оператор просто подловил момент. Момент, который без слов говорит о многом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова